Друзья, всем привет! Сейчас в больших городах очень популярен сервис каршеринга, а именно поминутная аренда автомобилей. Но, к моему удивлению, многие люди даже вот в Москве не знают, что это такое, что такое каршеринг, как им пользоваться и так далее. И сегодня в этом видео специально для вас я расскажу, что же это такое, удобно это или нет, и может ли быть это альтернативой личному автомобилю. Поехали! В этом видео речь пойдет конкретно о Москве. Я расскажу, какими сервисами пользуюсь лично я, где какие цены, какие сервисы я могу вам порекомендовать, ну и вкратце, как все это работает. Так что же такое каршеринг? Как я уже сказал, каршеринг это поминутная аренда автомобилей, и это может служить прекрасной альтернативой, например, такси. Если вам нужно доехать из точки А в точку Б, грубо говоря, вам ехать полчаса, ну там за такси вы отдадите пусть 500-700 рублей, а на каршеринге сами за рулем вы доедете за 200-300 рублей. То есть экономия существенная. Это первый аспект, чем каршеринг удобен. Второй аспект, ну лично для меня, то есть можно поездить, потестировать разные автомобили. Сейчас автопарк действительно очень большой, компаний каршеринга на рынке много, и соответственно, чтобы заинтересовать клиента, каждая компания предоставляет все более разнообразные автомобили. Так сказать, на любой вкус, цвет и кошелек. То есть есть бюджетные, такие как Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и так далее. Есть более дорогие, например, там BMW 3, Mercedes E-классы, JLA, CLA и так далее. А есть, например, суточная аренда автомобилей, также через каршеринг. Есть сервис Anytime Prime. Этот сервис предоставляет автомобили на сутки. Там, то есть есть и Ferrari, есть и Lamborghini, ну, конечно, ценник на них космос. То есть Lamborghini там 200 тысяч в сутки, Ferrari 50. Соответственно, это уже немножко другой каршеринг. Чуть-чуть отвлекся я от темы. Что касается поминутной аренды, я часто очень пользуюсь сервисом Daily Mobile, потому что у них очень интересные и заманчивые цены, особенно по утрам. Например, в утренние часы с 5 до 11 часов стоимость минуты управления 5 рублей. То есть, если вы едете куда-то полчаса, у вас списывается 150 рублей. За полчаса вы можете проехать довольно-таки большое расстояние. Также хочу добавить, что всегда в стоимость входит уже бензин. Вам, ну, не нужно дополнительно никаких затрат нести. У вас есть стоимость одной минуты, и только от этого будет исходить стоимость аренды автомобиля. Например, для сравнения, в дневные часы тот же Polo стоит, по-моему, 8 либо 10 рублей в минуту. А у конкурентов, например, в Яндекс.Драйве часто я встречаю то, что даже в утренние часы тот же Polo 12 рублей в минуту, у Daily Mobile 5 рублей в минуту. То есть, гораздо дешевле. Так как же происходит непосредственно сам процесс аренды и использования? У каждого сервиса есть свои приложения. То есть, например, вот здесь мы видим приложение кардшеринга, которое есть у меня в телефоне. Это Матрешка, Яндекс.Драйв, Daily Mobile, Белка.Кар, U-Drive, Rent.Me и Карусель. Скажу честно, я чаще всего пользуюсь Daily Mobile, потому что у них самые адекватные цены, на мой взгляд. А также иногда я использую Белку и Яндекс.Драйв. То есть, в принципе, когда рядом нету машин этих сервисов, я готов воспользоваться любым. Но остальными, скажу честно, я еще не пользовался вообще. Матрешкой, Ю-Драйв, Rent.Me и Карусель я не использовал ни разу. Планирую попробовать. Мы заходим в приложение. Например, вот возьмем на примере Daily Mobile. В приложении он отображает нам, какие машины есть рядом. То есть, например, сейчас мы видим рядом вот Volkswagen Polo. Нажимаем на него. 7 рублей минута стоимость. Нажимаем забронировать. У нас есть бесплатных 20 минут бронирования. В течение 20 минут мы должны дойти до автомобиля и непосредственно потом уже начать осмотр. Сейчас я вам все покажу. Когда мы уже подошли к автомобилю, мы делаем визуальный осмотр. Смотрим, чтобы не было на нем царапин, каких-то повреждений. Потому что если они будут, а вы примете автомобиль как полностью исправный, то это могут повесить на вас и материально с вас это взыскать. Поэтому тщательно всегда осматриваем автомобиль перед арендой. То есть, вот, например, есть скол краски. Это нужно зафиксировать в приложении с помощью фото. Сейчас я вам все это покажу. То есть, больше, например, вот я не вижу каких-то здесь повреждений. Находясь уже рядом с автомобилем, мы нажимаем открыть авто и подписать акт. Все, автомобиль открылся. Дальше мы указываем, есть проблема. Есть повреждение кузова. И делаем фото. В данном случае у нас это фото справа. Вот мы делаем такое фото, чтобы было видно, что есть скол. Нажимаем использовать фото. Далее садимся в салон. Уже в салоне мы смотрим, есть ли документы. То есть, здесь мы видим СТСК, страховой полис. Еще должна быть топливная карта. Ее нету. Бывает, что есть, бывает, нету. Соответственно, можем указать, например, грязь в салоне, грязный кузов, отсутствие кофрики и так далее. СТС и ОСАГО у нас есть, поэтому галочки не ставим. Зафиксировать. Начать поездку. После того, как поездка начата, автомобиль готов к работе. Мы можем его завести. Все, автомобиль мы завели и можем ехать куда нам угодно. Мне сейчас ехать никуда, в принципе, не нужно. Я просто отгоню его, чтобы этот человек мог спокойно выехать. В некоторых автомобилях есть камера заднего вида, что очень удобно. Гораздо проще парковаться. Особенно начинающим водителям. После того, как вы завершили поездку, вы глушите двигатель, выходите из автомобиля, забираете все свои вещи и через приложение автомобиль закрываете. Соответственно, ключи всегда остаются внутри замки зажигания. То есть, вот сейчас я захожу в приложение, нажимаю завершить аренду. Завершить аренду и подписать акт. Вот и все, аренда завершена. Автомобилем далее сможет воспользоваться любой другой человек. Друзья, ну вот как-то так. Сегодня я показал вам весь каршеринг в действии. Все компании работают по аналогичному принципу. То есть, если это будет не Деллимобиль, а, допустим, Белка, все то же самое. А единственная, есть разница во времени. Например, бесплатное время бронирования, время осмотра и так далее. Но это уже нюансы, с этим разберетесь сами. От себя хочу сказать, что я лично пользуюсь каршерингом. Иногда это действительно очень удобно и даже дешевле, чем ездить на собственном автомобиле. Ну и понятное дело, что в разы дешевле, чем такси. Также хочу добавить, что в Деллимобиль и в Белке есть промокоды. При регистрации вы можете ввести промокод. Вам на счет упадут бонусы. Один бонус – это один рубль. Соответственно, для вас некоторые поездки будут абсолютно бесплатными. То есть, вы можете зарегистрироваться хоть сейчас, ввести промокод, который я укажу под видео, и вам упадут деньги на счет. То есть, это никакой не обман, не лохотрон. Падут деньги на счет. Вы можете совершенно бесплатно попробовать для себя, что это такое. Совершенно бесплатно прокатиться на автомобиле. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментарии. Я на все подробно вам отвечу. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok